Декабрь. В этот месяц идет подготовка к рождественским праздникам. Школьники гуляют по торговым центрам. В воздухе витает предвкушение праздника, но в один из этих декабрьских дней судьба двух героиней этой истории сложилась не лучшим образом. Кэрри Энн Грэм и Франсин Мари Тримбл, 14 и 15 лет, проживали в Форест-Вилле, Огрог, Санома, Калифорния. Обе девочки жили по соседству и были лучшими подругами. Они познакомились в начальной школе. 16 декабря 1978 года они отправились в торговый центр Козингтаун, Санта-Роза, и с тех пор их больше никто не видел. Через сутки о пропаже Тримбл сообщила в полицию ее мать. Заявление в полицию об исчезновении Грэм было подано в том же месяце. Это произошло по причине того, что ранее Грэм убегала из дома, хотя раньше быстро возвращалась. На основании сообщения о дружбе следователи предположили, что в момент исчезновения девочки были вместе. Их семьи придерживались версии об убийстве, но допускали возможность того, что подруги отправились автостопом в Нью-Джерси или даже в Новую Шотландию, то есть очень далеко. Расследование пришло к выводу, что обе девочки добровольно сбежали из дома. Родственники жертв предположили, что девочек можно было похитить еще до отъезда в торговый центр, возможно кем-то, кого они знали, поскольку в домах не было беспорядка. После обнаружения косметики на комоде Тримбл расследование выдвинуло версию о похищении девочек прямо из дома под дулом пистолета. Среди организаций, опубликовавших объявления об исчезновении, возникла путаница с датами. Некоторые из них объявили, что девочки пропали по отдельности и в разные дни. Усилия по поиску девушек включали публикацию описания их внешности, обработку образцов их ДНК, их включили в национальную систему пропавших и неопознанных лиц, а также в базу национального центра пропавших и эксплуатируемых детей. С тетей Францин Тримбл также связывался некий медиум. 8 июля 1979 года скелетированные останки без одежды Грэм и Тримбл были обнаружены двумя туристами по пути Форт Брэг, Калифорния. Они остановили свою машину на шоссе номер 20 в округе Мендосино, примерно 12 километров на запад от города Уиллиц. Недалеко от дороги один из них заметил слегка присыпанный землей череп. Найденные тела были связаны скотчем и находились под слоем пленки, присыпанной землей в неглубоких могилах. Волосы и кости были разбросаны неподалеку дикими животными, никаких улик, в том числе одежды, на месте преступления не было найдено, за исключением маленькой сережки в виде птицы. Она могла принадлежать Франсин Тримбл. Коронер установил, что найденные были убиты. Причину смерти было сложно определить из-за сильного разложения трупов. Следователи предположили, что жертву преступления были задушены. На месте преступления было собрано порядка 90% костей, после чего их направили к судмедэксперту. Местный коронер не смог определить пол обнаруженных тел. Собранные на месте преступления останки были отправлены на экспертизу. К 1980 году были приблизительно установлены такие характеристики, как пол, возраст, вес и внешний вид. Останки подвергались изгумации несколько раз, в том числе в 2000-2011 годах. С самого начала появились предположения, противоречащие официальным заявлениям, что с высокой вероятностью найденные являются братом и сестрой, пока проведенный в 2001 году анализ ДНК не показал, что жертву преступления не родственники. Эта версия возникла еще в 2000 году, когда было установлено, что стоматологические вмешательства при жизни этих людей были слишком разными. Также существовала версия, что эти лица состояли в отношениях, потому что были найдены вместе. Предполагалось, что это были автостопщики со среднего запада США, либо беглецы. Из-за того, что тела сильно разложились, точная причина смерти не была установлена, за исключением вывода об их убийстве. Тела Грэм и Тримбл оставались неопознанными более 36 лет, пока ДНК-анализ не помог установить их личности. После захоронения обнаруженных Джона Доу и Джейн Доу, их тела несколько раз взгумировали, в том числе для взятия ДНК-материала. Радцы поясню, что имя Джон Доу присваивается неопознанным телам мужского рода, а Джейн Доу – женскому. Для того, чтобы понять, как выглядели девушки при жизни, было проведено несколько анатомических реконструкций их внешности. Пластиковые бюсты в начале 2000-х заменили цифровыми изображениями погибших. В то время, когда создавались новейшей реконструкции лиц погибших, на месте преступления был обнаружен и проанализирован зуб, не принадлежавший ни одной из жертв. Следствие не было уверено в том, принадлежит ли он лицу, вовлеченному в убийство, либо попал в место обнаружения тел вместе с другим мусором случайно. Первоначально опасались, что жертвой преступления мог оказаться еще один человек. Изучение зуба показало, что он мог принадлежать человеку индийского, либо азиатского происхождения. Также была описана его уникальная форма. Предполагалось, что обе жертвы белой расы, хотя точно этническое происхождение осталось неизвестным. Был сделан вывод, что одна жертва, Грэм, имела индийские корни. Останки Грэм определили как принадлежавшие молодому человеку 10-20 лет, возможно 13. Рост был ошибочно в пределах 157-180 см, в то время как настоящий рост Грэм составлял 145 см. В 2014 году анализ ДНК показал, что найденное тело было женского пола. Первая проведенная экспертиза останков также сделала ошибочный вывод о том, что Грэм была младше найденной рядом с ней девушки, хотя на самом деле она была старше. Грэм родилась 12 ноября 1963 года, а Тримбл 27 сентября 1964 года. Возраст Тримбл был оценен в 10-20 лет, скорее всего не старше 14. Рост определялся в границах 160-180 см. Как и у найденного рядом с ней тела, цвет волос определялся как светло-каштановый. Она была найдена с серьгой в виде птицы, изготовленной вручную по типу тех, которые делали в то время хиппи или индейцы. Кого же подозревали по этому делу? Некий заключенный тюрьмы в Нью-Джерси признался в совершении двойного убийства, однако это не подтвердилось. В рамках расследования данных обстоятельств в 2000 году была проведена изгумация тел. Позже выяснилось, что на момент обнаружения тел упомянутым подозреваемым было 12 лет. Кроме того, он никогда не покидал Нью-Джерси. Возможно, решение о признании было принято им после чтения газеты с материалом об убийстве. В связи подозреваемых в совершении преступления числились различные серийные убийцы, в том числе Родни Алькала, Джеральд и Шарлин Гальего. Их первые жертвы, две девушки 17 и 16 лет, были похищены 11 сентября 1978 года из торгового центра в Сакраменто, а также одна из последующих их жертв путешествовала автостопом. Предположение о том, что серийный убийца Родни Алькала является виновником этого преступления, отчасти возникло из-за количества похищенных и убитых в Калифорнии в конце 1970-х молодых женщин, некоторые в том же округе, где исчезли жертвы. Также предполагалась возможная связь с убийствами автостопщиков Санта-Роза, хотя подтвержденные жертвы в этом случае были убиты между 1972 и 1976 годами. Официальные имена подозреваемых в убийствах Керри Грэхэм и Франсин Тримбл не называются. В итоге только в 2015 году был установлен факт, что тела принадлежат не девушке и молодому человеку, а двум девушкам, а также то, что останки принадлежат Керри Грэм и Франсин Тримбл на основании сравнения ДНК, что и было объявлено на пресс-конференции в 2016 году. После официальной идентификации Керри Грэм и Франсин Тримбл, дядя Франсин Тримбл обратился к средству массовой информации. Цитата. «Мы смирились с тем, что не знаем, куда они пропали. В этом году ей исполнился бы 51 год. Как будто мы только что узнаем о ее смерти. Словно это только что произошло». Следователи также заявили, что они хотят узнать больше подробностей о смерти девочек, чтобы окончательно доказать, что они были убиты. Неизвестно, доехали ли Грэм и Тримбл автостопом до торгового центра Кодингтаун, достигли ли они когда-либо местного назначения и действительно ли они намеривались посетить торговый центр Кодингтаун в день своего исчезновения. Также следователям удалось найти свидетелей, которые видели девочек в последний раз. По словам подруги двух девочек по имени Эллен Гетц, в последний раз она видела Грэм и Тримбл на территории средней школы Эль Муалино в день их исчезновения. Две девушки присоединились к Гетц, чтобы покурить сигареты на стоянке возле теннисных кортов школы. По словам Гетц, ни одна из девочек на самом деле не ходила в школу в тот день и сообщила Гетц о своих намерениях добраться автостопом на вечеринку в Санта-Розе. Обе девушки спросили Гетц, хочет ли она пойти с ними на вечеринку, но она отклонила это предложение. Другой друг позже заявил, что в день исчезновения Грэма Тримбл он видел, как две девушки ловили машину возле местной заправочной станции «Шеврон». К сожалению, это была вся информация на тот момент. В феврале 2016 года останки девочек были переданы их родственникам. К тому моменту многие из родственников пропавших девочек уже умерли. Благодарю за просмотр.